Днестровский каньон Сколько еще удивительных мест Таят в себе дебри Тернопольщины. Небольшие реки, впадающие в Днестров, Также образуют каньоны. Необыкновенно живописный каньон Образован речкой Джурин. Он так и называется Джуринский каньон. В том месте, где Джурин впадает в Днестров, Расположено село Пустечка. Отсюда многие начинают сплав по Днестру. Отсюда же удобно осуществлять Различные пешеходные маршруты. Наш первый маршрут Проходит по так называемой Экологической тропе Джуринский каньон. К потрясающе красивому водопаду И к не менее потрясающим Руинам замка Исчезнувшего червоногорода. Аплодисменты Тропа очень живописна И славится разнообразием флор и фауны. Подъем же довольно плавный И неутомительный. На лугах завораживает Бесконечный вальс стрекоз, бабочек И трудолюбивых пчелок. Бесконечный вальс стрекоз Во влажных местах Водится много различных видов Присмыкающихся Черепах, ужей и змей. С одной местной красавицей Зеленой ящерицей Нам посчастливилось повстречаться Ведь они избегают встречи с человеком. Открытые участки сменились лесными Со своими неповторимыми пейзажами. С другой местной красавицей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова И вот после двух часов пути Перед нами открывается потрясающее зрелище Величественный Джуринский водопад Во всей своей красе Червоногородский и Лежуевский водопад Гидрологический памятник природы Украины Входит в состав национального природного водопада Днестровский канон Это самый высокий равнивный водопад Украины Он имеет три каскада, высота достигает 16, а ширина 20 метров Джуринский водопад имеет искусственное происхождение Существует несколько версий его создания По первой его создали турки-османы во время осады Червоногородского замка в 1672 году Вторую связывает с масштабной перестройкой замка в 19 веке Однако карты тех периодов эти версии не подтверждают Единственной вероятной причиной создания искусственного водопада Является потребность хозяев Червоногорода в собственной мельнице Поэтому русло реки раздвоили И на новом русле в 1880 году поставили мельницу Жители Червоногорода и окрестных сел Нырково и Нагоря Получили возможность молоть тут зерно В 60-х годах 20 века на месте мельницы построили небольшую электростанцию Просуществовала она недолго Сейчас от сооружения остались руины, хорошо заметные с левой стороны от водопада Грунтоваoden Червоногородского замка Ну что я fronts Что это происходит Яɜ grazing Мельниц Червоногорода От водопада каньон расширяется, образуя чашеобразное урочище «Червоное». Это уникальное геоморфологическое образование с крутыми склонами бледно-красного цвета. Отсюда и происходит его название. Примерно посередине урочища на дне каньона сохранились руины загадочного Червоногородского замка. В прошлом вокруг замка существовал город. Первые упоминания о Червоногороде относятся к XIV столетию и связаны с литовско-русским князем Фёдором Кориатовичем. С XIV по XVI столетия он был в составе княжества Литовского. В 1434 году получил статус королевского города, а в 48-м – магдебургское право. XVI века Червоногород входит в состав Речи Посполитой. И всё это время город страдал от набегов татар, румын, казаков Богдана Хмельницкого и турок. Две мировые войны окончательно разрушили город. И в 1970 году населённый пункт под названием Червоногород официально прекратил своё существование. На месте, где некогда существовал Червоногород, сохранились романтические руины костёла и замка. Но и даже в таком плачевном виде они вызывают восхищение. Недорогу направления к руинам укажет скромный, мягко говоря, указатель. Туда Дорога приводит к руинам костёла Вознесения Богородицы. Даже в таком виде они впечатляют. Костёл построили в 1615 году в стиле позднего Ренессанса с элементами готики. На средства семьи Лисецких. От былой красоты сохранились величественные стены и фрагменты прекрасных резок. Храм пострадал в результате пожара и от рук современных вандалов, которые пытались найти сокровища в его подвалах и крептии. Стены обезображены автографами нравственных уродов. Миновав костюм, попадаем на территорию Червоногородского замка. До нашего времени от него сохранилось только полторы башни. История Червоногородского замка связана с историей города. Как и город, он пережил много взлётов и падений и сменил много хозяев. Его возрождение и превращение в роскошный замок-дворец приходится на начало XIX века, когда он становится собственностью князя Кароля Поминского. Оборонные башни Старого замка послужили основой для роскошного дворца в готическом стиле. Из четырёх башен князь сохранил только две. Позже его сын Калест посчитал башни уж очень низкими и приказал их разобрать, а на этом месте построить более высокие и объёмные. Усадьба в Червоногороде считалась одной из самых изящных магнатских резиденций в Польше. До Первой мировой войны замок-дворец имел изысканную террасу в итальянском стиле, колоннаду из шести каменных колонн и окружён большим ландшафтным парком с фонтаном. В XX веке замок переходит в собственность князей Любомирских. Княгиня Любомирская здесь проживала до 1939 года. Но уже после Первой мировой войны усадьба пришла в запустение и замок более не восстанавливался. Музыка На горе над замком стоят руины двух мавзолеев Панинских. Один из них построен в 1835 году Хеленой Панинской для преждевременно умерших дочери и сына. Над гробией из белого мрамора она заказала в Риме знаменитому скульптору того времени Бертеле Туарвальцину. Во втором мавзолее покоилась княгиня Иоанна Панинская. Оба строения разрушены временем и вандалами в поисках сокровищ. От былого великолепия Черногородского замка до нашего времени сохранились только две значительно поврежденные башни. В 2013 году обвалилась половина одной из башен. Вторая грозится сделать то же самое. Музыка Червоногородский замок считается одним из самых романтических и загадочных замков Тернопольщины. Его могучая башня у некоторых ассоциируется с двумя башнями из саги Токиена «Властелин-Конец». Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Подписывайтесь на канал.